Баталии в американском конгрессе на минувшей неделе носили не только местный, но и глобальный характер. Белый дом пытается провести через Капитолий договор о тихоокеанской торговле. Его поддерживают республиканцы, защитники интересов крупного бизнеса, для которого чем больше рынок, тем больше денег. Демократы пошли против президента, представителя своей же партии, опасаясь, что инвестиции и рабочие места уплывут далеко за Тихий океан. Впрочем, серьезной оппозиции этому проекту, пожалуй, не будет, ведь он часть большого плана Обамы, который укрепит центральное положение США в мировой системе торговли. К подписанию в следующем году готовится большая торговая сделка между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Теперь представьте себе зону от Латвии до Японии с географическим, политическим и финансовым центром в США. Этой американской идеей противятся не только поборники прав рабочего класса, но и Европейский бизнес, хлорированную курицу и другие потребительские ужасы испытала Яна Карпова. Семья Тима Весельса ведет молочное хозяйство уже больше века. Еще недавно его прадед обеспечивал молоком лишь в ближайшей деревне. Сегодня 500 коров только на этой ферме в Бранденбурге ежедневно приносят 15 тысяч литров молока. Продукции столько, что с радостью бы поставляли ее в США, где молоко дороже, чем в Европе, если бы не 23% таможенных пошлин. «Если подпишут торговое соглашение США и отменят таможенные пошлины, то у нас появится возможность поставлять свое молоко на американский рынок». Что такое Трансатлантическое торговое соглашение? Брак по расчету между США и Европой, который сулит создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. А 800 миллионам потребителей по обе стороны Атлантики больше товаров по низким ценам. Например, в Германии автоконцерны и крупные предприятия до сих пор тратят уйму денег на таможенные пошлины и сертификацию. Соглашение позволит на этом сэкономить, соответственно снизить цены, а заодно и даст толчок к развитию, утверждают его сторонники. «Только на ликвидации таможенных пошлин наша компания сэкономит 8 миллионов долларов. И все это за счет снижения расходов на поставку нашей продукции. Сэкономленные деньги мы сможем направлять на исследования, дальнейшее развитие и создание новых рабочих мест». На перспективу создания рабочих мест на европейских предприятиях от 10 до 600 тысяч любят указывать в Брюсселе, а также на то, что брак с США сулит Европе приданное – рост экономики на 120 миллиардов евро уже через 10 лет. Официально посредник в переговорах с Вашингтоном Брюссель, неофициально Берлин. Германия – крупнейший торговый партнер США в Европе, поэтому именно здесь крупный немецкий бизнес лоббирует свои интересы. И весьма удачно Ангела Меркель уже попросила Брюссель ускорить процесс переговоров и подписать соглашение до конца этого года. Впрочем, рядовые немцы радоваться не торопятся. «Этот промо-ролик про главную опасность соглашения – появление в Европе генномодифицированных продуктов – придумал Йорк Хасс с единомышленниками по общественному движению «СтопТТ». Их главная претензия – контролировать качество и производство продуктов станет значительно сложнее. «Здесь, в Германии, тема генетически модифицированных продуктов под запретом. В свою очередь, американское аграрное лобби очень надеется, что получит новый рынок в Европе для продвижения своих ГМО-продуктов. Я думаю, они смогут каким-то образом отменить наш закон или найдут способ его обойти». Для Йорка Хасса это соглашение не только нарушения прав потребителей, но и основных постулатов демократии. «Весьма ограниченный круг людей имеет доступ к документам с этих переговоров. С бумагами могли ознакомиться лишь некоторые наши парламентарии. При этом для регулирующих органов США документы в свободном доступе». Демонстранты подошли к своим протестам с известной долей креатива. На их плакатах знаменитый лозунг президента Обамы «Да, мы можем». Только лишь с той разницей, что здесь же присутствует дополнение «Остановите тип». Вот уже в который раз они выходят на улицы Германии с требованием обеспечить прозрачность переговоров. «Мы уверены, что в демократическом обществе два человека за закрытыми дверями не могут принимать решения за всех. Мы будем продолжать нашу борьбу за принципы демократии». Против американской продукции, дешёвой, но якобы не соответствующей стандартам ЕС, выступают 70% немцев. «Остановить тип» набирает силу и может оказаться крупнейшим гражданским движением в Европе за последние десятилетия. Петицию за прекращение переговора США подписали почти 2 миллиона европейцев. «Никакой угрозы договор США не несёт, несмотря на разные подходы к производству и обработке продуктов», — говорят специалисты. Вот пример. Соединённых Штатов для дезинфекции курятины тушки окунаются в специальные ванны с хлорином. В Европе с конца 90-х подобная практика запрещена из-за туманных опасений, что так называемая хлорная курица может вызвать раковые заболевания. Однако независимые эксперты утверждают, все разговоры о болезнях — чистая выдумка, единственная цель которой — сохранить более дорогостоящий европейский продукт на рынке ЕС. В 120 странах мира к американской курятине претензий нет. Скептики заключают — всё дело, конечно, в деньгах. Вопрос лишь в том, кто из лоббистов собственных интересов одержит победу в этой битве. Ну а здоровье потребителей зависит исключительно от самих потребителей. Нужно лишь помнить о сроке годности на упаковке. Тима Весель с тем временем ждёт финала эпопеи о сделке с Америкой. В его случае брак за океанской дамой сулит совет для любовь. Яна Карпова, Кирилл Глебов, Европейское бюро РТВА.